всем привет добро пожаловать на портал невроза мегаполиса меня зовут алексей и это первый ролик расиков life сейчас ночь воскресенье мышь понедельника в общем вы скорее всего спите сейчас пол второго и у меня есть некоторое количество времени для того чтобы ответить на ваши вопросы разные вопросы их я брал и спрашиваю там порядка 85 вопросов как я понял накопилось не читал заранее пробегался пару дней назад видел что там есть острые вопросы какие-то ироничные по делу есть интересное что-то в общем будем сейчас с вами в таких домашних условиях полу домашних разговаривать беседовать я постараюсь сделать беседу такой очень непринужденной свободной простой так что заранее прошу прощения за не очень официальную подачу значит прежде чем я приступлю просто к зачитыванию ваших вопросов а их тут они видно да не видно ну короче их 85 мы пойдем с наверно снизу который был задан еще две недели назад это был первый вопрос от начала вот сапа спрашиваю ну и пробежимся в общем по всем я так думаю время у меня есть убить можно час-два усомневаюсь что два часа но посмотрим мы сделали кстати говоря группу да мы ее обновили теперь группа будет живой подписывайтесь пожалуйста там есть разделы задай вопрос предложить тему там есть разные рубрики в которых вы можете оставить комментарий там даже есть рубрика критика вы можете покритиковать меня только просьба чтобы критика было объективный конструктивный с какими-то предложениями а не просто там алексей там вы сволочь это и так знаю до без вас поэтому тут значит можно просто критиковать предлагать говорить что нравится что не нравится там какие-то объективные вещи Ну, можете не объективные Но это, скорее всего, будет Не критика, а просто какой-то там Троллинг, я не знаю, что это Вот, обновили сайт Сделали несколько новых сайтов Плюс сейчас в разработке Много интересных сервисов В общем, впереди до конца года Много интересного Улучшенного, ну и еще и там целая Команда работает Над тем, что будет в январе Будет делаться, когда я буду в отпуске В общем, дел много, работа кипит Сейчас мне главное лимфоузел Вот этот вот поправить, чтобы я вернулся В спортзал, вернулся к полноценному Своему образу жизни И, в общем, все будет Вообще великолепно Впереди несколько семинаров В разных городах Интересная предстоит мне лекция Я надеюсь, она все-таки совершится Ну, я не то, что суеверный, но 17 ноября В 17, по-моему, 00 В финансовой академии при правительстве Российской Федерации Я буду читать полуторачасовую лекцию Большую По профилактике переутомления Профилактике стрессоустойчивости В общем Развитие стрессоустойчивости Примерно так звучит Будет очень интересно Будет очень большая аудитория Будут студенты И не только Если вы учите в финансовой академии При правительстве Российской Федерации Пожалуйста, обратитесь на кафедру Вам подскажут Бесплатно Разумеется А то сейчас многие слышат Красиков За деньги Ну вот, для вас Я отвечаю, что бесплатно Поехали Значит, WhatsApp-услуга будет Да, действительно, у меня была услуга По WhatsApp-у можно было задать Аудио-вопросы Получить аудио-ответ Она, в принципе, интересна Но я столкнулся там В такой сложности Что количество вопросов Было такое большое Что я так понял Что какие-то даже потерялись И я решил прекратить Эту всю историю Потому что Это стало занимать Огромное количество времени Чтобы все это прослушать Потом все это ответить Отослать Их стало так много Что, в общем, стало тяжело И я пока услугу WhatsApp убрал Ну, может быть, она возобновится Вскоре Вскоре Не знаю Добрый вечер Скажите, пожалуйста Может ли при неврастении Не быть вегетативных нарушений А только лишь необъяснимая тревога А только лишь необъяснимая тревога При неврастении А вегетативное напряжение Может быть при разных неврозах И при неврастении И при истерии И при УКР Вегетативное напряжение Связано прежде всего С эмоциональным Внутренним состоянием При неврастении Я думаю, что оно может Отсутствовать Но проявляться неврастения Будет в очень сильной суете В очень сильной спешке В таком беспокойстве В напряге постоянном Ты можешь просто не отслеживать В себе Яркие такие Вегетативные Колебания, что ли И соответственно Не придавать этому значения Но сама по себе Неврастения Как невроз Может быть Потому что Все, что связано с неврозом Мы не можем сказать Что у кого есть Вегетативное Высокое напряжение Все это связано с неврозом И то же самое Что если его нет Невроза нет Соответственно Мы должны понимать Что вегетативное напряжение То, что вы называете ВСД Это лишь синдром Который является Одним из телесных проявлений Невроза Он может быть Более выражен Может быть Менее выражен На основе этого Может формироваться Испуг Может и не формироваться Испуг А вот здесь же Как раз ответ на Вопрос Почему у меня Нет панических атак Я поняла Что это И вегетатику я не боюсь Но мне в целом Плохо Беспокоят мысли Страхи Тревоги Сомнения Потому что Проблема не вегетатики Проблема естественно Не ВСД Вы не от ВСД лечитесь Вегетососудистые проявления Якобы дисфункциональные Это лишь Телесные последствия Вот А соответственно Мы же боремся С собственным неврозом А не столько С вегетативными последствиями Например Вирус гриппа Есть проблема Вирус гриппа И организм борется Иммунная система Борется с вирусом А то что у тебя там Сопли Кашель Это последствия Вот Соответственно Вегетативное проявление Это последствия Поэтому ответ Да Может быть Неврастения Без вегетативного напряжения Как так может быть Со мной Только закрыл Дверь квартиры Спускаясь на первый этаж И уже не помню Закрыл или нет Возвращаюсь Проверяю И так каждый раз Это какой-то диагноз Лечить или просто Возвращаться к двери Действительно Есть вид невроза Называется Обсессивно-компульсивное Расстройство Где У человека Присутствуют Ритуалы Проверки Или перепроверки Я не знаю Вот У тебя То что ты пишешь Насколько Ты можешь Выдержать То что ты не проверишь Дверь Сколько раз Тебе надо Ее проверить В основном У ОКР-щиков У них одного раза Недостаточно Им надо как-то Не раз Это проверить И все Беспокойство Нарастает Но Тут как бы По твоему письму Вывод сделать нельзя Если ты один раз Вернулся И проверил Может быть Это просто Банальная рассеянность Ты забываешь Если ты чувствуешь Некоторые Помимо двери Еще какие-то Необходимости Что-то проверить Что-то переодеть Что-то одеть С правильными мыслями Или с какими-то Правильными Идеями О том Что вот именно так Иначе день Будет плохим То возможно Мы говорим О обсессивно-компульсивном Расстройстве Скорее всего Да Задай себе Такой вопрос Что будет Если я не проверю Или когда ты Закрываешь дверь Скажи себе Я ее закрыла Посмотри Как будет Реагировать Твоя психика Если что-то В виде беспокойства В сомнении Будут тянуть тебя назад То скорее всего Мы говорим Об УКР Что делать Когда симптомы ВСД прошли И паника возникает И паника возникнет Как это так Ничего Нет Вот я дословно Читаю Что делать Когда симптомы ВСД прошли И паника Возникнет Как это Так Ничего Нет Сразу Начинаешь Паниковать Кличко Что ты писал Что делать Что делать Когда симптомы ВСД прошли И паника Возникнет Я вот не понимаю Что ты в конце Написал И паника Возникнет Как это Так Ничего Нет Сразу Начинаешь Паниковать Но я так понимаю Что у тебя Прошли Симптомы ВСД Что является Во-первых Ошибкой Никаких симптомов ВСД Нету Запомните Это уже Раз и навсегда Нету Симптомов ВСД Нету Лечения ВСД Еще раз Вегетососудистые Проявления Это эмоциональное Проявление Неврозов А не ВСД С симптомами Если у тебя Не так Вегетатика Эмоционально Не так Вегетатика Сильно Тебя Беспокоит Это говорит о том Что либо Твое эмоциональное Состояние Более-менее Стабилизировалось Либо Ты просто Перестал Придавать Вегетативным Проявлениям Какое-то Тревожное Значение Тебе кажется Что это прошло Поэтому Тысячи людей Которые в интернете Ищут лечение ВСД Они обречены На катастрофу Но если Вдруг Начинается Паника Видимо Начинаешь Паниковать Но тут Говорит это О том Что что-то Составляет Тебя паниковать То есть У тебя нет Вегетативных Проявлений Ты идешь По улице И как тебе кажется Вдруг возникает Паника Правильно я тебя понимаю И ты начинаешь Вдруг Ничего не все Паниковать Если это так И я Попытался Разобрать Что ты там написал Паническая Атака Не бывает На ровном месте Она всегда Имеет Определенный Алгоритм Начала И проявления То есть Допустим Ты идешь По улице И вдруг У тебя Что-то Легитативно Происходит Либо Ты идешь По улице И ты думаешь А как бы Не произошло В первом случае У тебя что-то Легитативное Происходит У тебя мысль А вдруг Сейчас начнется А вдруг Все-таки Накроет А вдруг Все-таки Умру От этого Ты создаешь Саму тревогу Тревога Проявляется Телесно Ты говоришь О точно Начинается Все Сейчас Помру И вот Тебя паника Ты ее сам Создал То же самое Касается С мыслями Идешь Думаешь А вдруг Она накроет А вдруг Начнется А вдруг Я не дойду А вдруг Что-то случится От этого Ты сам Себя Начинаешь Тревожить Эту тревогу Ты чувствуешь И опять Ты путаешь Это с телесным Проявлением Поэтому Чтобы справиться С паническими Атаками Надо понять Как она работает Как ты сам Это создаешь Первое Второе Надо понять Что сама по себе Паническая атака Не опасна Это обычный Испуг Который ты сам Создал И подружиться С этим Используя Определенные упражнения Смотри на канале Невроза Мегаполис Их там Масса Как записаться К вам в группу Ты имеешь ввиду Группы По скайпу Ну да В интернете Ты имеешь ввиду Чтобы записаться Нужно оплатить Бронирование Сейчас уже Я так понимаю Что все Группы На этот сезон Закрыты Следующий набор В группы Скорее всего Будет Либо в конце Декабря Либо уже В январе Где-то в середине В концу То есть Потому что У меня сейчас Занимается Группа Понедельник Новая Группа Вторник Новая Сейчас у меня Начала Группа Среда Сейчас начнут Группа Четверг 17 Четверг 20 Вот собственно Групп Которые Будут Сейчас Заниматься Как минимум До Конца Года Поэтому Скорее всего Конец Декабря Начало Января В следе За новостями Там всегда Будут Анонсы О том Когда Будет Набор А механика Записи Это Оплата Брони Ты оплачиваешь Брони Ты автоматически В группе Алексей Здравствуйте Алексей Юрьевич Ребят Давайте Алексей Я не очень люблю Когда меня Алексей Юрьевич Называет Это Слишком Невротично Для меня Алексей Здравствуйте Здравствуйте Стоит Мне Заниматься С психотерапевтом Если у меня Нет Панических Атак И всяких Других Симптомов О которых Вы говорите В своих Лекциях Но у меня Часто Случается Какая-то Тревожность В мыслях И какая-то Какая-то Рассеянность Великолепный Вопрос Действительно Многим Может показаться Что Вегетососудистые Проявления Паническая Атака Агорофобия Навязчивости Это единственное Чем Занимается Психология Психотерапия И ваш Покорный Слуга Это Абсолютно Не так Психотерапия Рациональная Мотивно-поединенческая Психотерапия В целом Психотерапия Занимается Очень широким Профилем Жалоб И Симптомов Если у вас Нету Панических Атак Вегетатики Но у вас Есть тревожность Это уже Показание К нашей Работе Потому что Мы должны Понять Откуда Тревожность Как она Возникает По какому Поводу Она Возникает Научиться Понимать Это Затем Научиться Определенным Как надо То Что-то Пойдет Не так Вот Кстати Предыдущий вопрос Вспоминай Это как раз Оно и есть Если я боюсь Что-то сделать Не так Что-то пойдет Не так Вот это Классическая Конструкция Появляется Страх Допустим Мне положила Стопочка К стопочке Бумагу Начинаю Мысли Что-то Сейчас Может Производить Да Я тут Как раз Те самые Обсессии И компульсии Навязчивые Мысли Навязчивые Ритуалы Где Вас Терзают Что если Надо Правильно Если Что-то Не так Все Это Естественно Невротическая Конструкция Тут Вопроса Нету Тут Есть Просто Констатация Факта Беспокоит Я прочитал Ответил Что это Скорее всего Мы говорим Об ОКР Вам показано Психологическое Консультирование Психотерапия Со специалистом По вопросу Обсессивно-компульсивного Невроза Здравствуйте Алексей Наслышано Что у большинства Невротиков Симптомы Постоянно Меняются С одних На другие Или Наслаиваются Друг на друга Как КО Вопрос Да Действительно Единственное Что здесь У вас Есть одна Ошибка Ошибка У вас Заключается Здесь В следующем Наслышно Что большинство Невротиков Симптомы Постоянно Меняются Вот смотри Вы на своих Форумах Считаете Что есть Невротики И есть Здоровые люди Первая ошибка Фундаментальная Второе Что у этих Невротиков Есть какие-то Симптомы Тоже Ошибка Люди Априори Либо Психотики Либо Невротики У психотиков Галлюцинации Расщепление Все Что связано С некими Отрешенностями Реальности Да Я имею ввиду Я Наполеон Первый И так далее Маниакальность Бредовые Конструкции В истории Болезни И прочие Психиатрические Проблемы Которые лечат Не психотерапией А фармакологически И это не лечится Это купируется Только Все остальные Люди Невротики Но по определению Проблема Заключается Не в наличии Невроза Проблема заключается В яркости Его проявления И в том Насколько Это мешает Человеку Жить Соответственно Мы не лечим Сам по себе Невроз Мы лечим Косяки В определенных Психологических Процессах Понимания Себя Мира Окружающих Которые Заставляют Человека Перебарщивать Эмоционально И поступать Неэффективно Как со своим мышлением Так и со своим Поведением Так и в целом И результат В жизни Будет неэффективный Поэтому я Не Констатирую Людей Как невротики И как люди Вылечившиеся От невроза Это абсолютно Неправильная Позиция Если психолог Считает Что есть Невротик Которого Надо лечить Значит он Не очень На мой взгляд Компетентно Понимает вопрос Неврозологии Потому что Мы все Невротики Я невротик И ты Невротик Проблема В том Что я Невротик У которого Не так Внутренне Все Невротично Сложено Более Объективно Более Рационально Взвешено Конструктивно От этого У меня нет Вегетативных Нарушений Нету Паники И так далее И тому подобное Я рационально Взвешен Спланирован И так далее Но я тот же Невротик Я был Посмотри Мое видео Как я пришел Психотерапию Те же были Вегетативные Проблемы И сердце И прочие И паники И кардиофобия Просто проблема В том Что в какой-то момент Это начинает Тебе мешать И это начинает Тебя Заставлять Быть в тревоге И так далее Соответственно Отвечая на ваш вопрос Во-первых Не у большинства Невротиков А у людей У которых Есть яркое Невротическое Расстройство Потому что Оно обратимо Во-вторых Не симптомы О проявлении Этого Невротического Расстройства В виде тревоги Беспокойства Сомнений Вегетативных Проявлений И так далее То что они Меняются Одно на другое Я об этом Говорил недавно В своих других Прошлых лекциях О том что Если у человека Есть проблемы С пониманием себя Окружающих Мира У него возникает В жизни могут возникать Ситуации Которые Он относится Слишком эмоционально Даже не осознавая Порой этого Уровень Его напряжения Поднимается Как бутылка Из-под шампанского Которая Начинается встряхивать И это напряжение Должно куда-то Выходить И оно Выходит сначала Либо в тело Естественно Тут возникают Все эти Вегетативные Проявления Потом Оно начинает Сублимироваться В виде беспокойства А вдруг это А вдруг кто А вдруг это А вдруг это То есть Чем больше у человека Беспокойства Чем больше у человека Всяких фобий И сомнений Тем больше уровень Внутреннего напряжения То есть Корреляция Будет очень простая Внутреннее напряжение Прямо пропорционально Проявлению Соответственно Чем более невротично Чек проявляется Вегетатики Страхах Тревогах Сомнения Тем больше Внутренняя невротичность Соответственно Чем Лучше Мы справляемся С внутренней невротичностью Посредством Когнитивной терапии Тем меньше Всех этих проявлений Вот тут Очень простая Закономерность А то что Они сменяют Друг друга Тут ошибка Большинство людей В интернете В том что Они думают Что это болезнь Чьи симптомы Постоянно мутируют Это абсолютно Неправильная позиция Понимание Потому что Мутируют не симптомы А напряжение Внутреннее Просто Если психолог Расскажете Про панические атаки Про кардиофобию Про это Ты можешь даже Что-то понять И что-то зачеркнуть Но сформируются Новые тревоги Новое беспокойство Новое проявление Почему? Потому что Сама по себе Невротическая конструкция Которая слишком Такая Жесткая И сильная Она не изменена Соответственно Лечить В кавычках Симптомы И проявления Невротического пациента Бесполезно Даже порой Фармакологии Дашь ему пачку Какого-нибудь препарата Психиатр Скажешь Спасибо доктор В лучшем случае На полгода хватит Потом опять начнется Бывает даже по-другому Почему? Есть внутренняя Невротическая конструкция Система убеждений Мышления Поведения До определенного понимания Все это Начинает проявляться Если вы Объяснили Про кардиофобию Про панику Это будет проявляться По-другому Поэтому Сейчас внимательно Послушайте Тот тезис Который я хочу сказать Лично Мое Ребята Мнение Что Долбить По симптомам Невротика Опасно Сейчас многие скажут Красиков сказал Нельзя лечить Попомогические атаки Вот Передайте всем Что я действительно сказал Что нельзя Лечить Симптомы Невроза Объясняю почему Вы Избавляя человека Коллегам Сейчас это Адресовано Да От Симптомов На первый взгляд Вам кажется Вы делаете Человеку хорошо Вы ему Объясняете Про паническую Атаку Про гурифобию Он там счастлив Говорит Спасибо Я вообще Теперь все понял Теперь моя жизнь Попрет Проблема в том Что когда у человека Невроз У него проблема В контакте С самим собой С окружающими С внутренним миром С требованиями Да Там С планированием С вообще Порой С понятием Симбиотическая связь С матерью С отцом Нарушенные границы Он этого не понимает Вообще Там личность Как решето Он вообще Без мамы Без папы Не может Или у него Невротическая конструкция Невростыни Что он там должен Иначе он плохой сын Да Вот Если вы это Трогать не будете Просто ему По симптомам Пройдете У человека Был смысл жизни Смысл Справиться С вегетатикой Смысл Справиться С паникой Вы ему Помогли И вы его Оставили Без смысла Потому что Он потом Выходит У него нет Этого и этого На что он тратил Огромное количество Ресурсов и времени Он говорит А жить Да как дальше И вот тут Начинаются Все проблемы Потому что Мы Не работаем С проявлениями Я могу вам Рассказать Я панике Вегетатики Посмотрите В роликах Моя задача Лечить Невроз Личность Человека Реконструировать Чтобы проявлений Не было Чтобы он Без этих Проявлений Смог быть Эффективным Мужем Женой Сыном Дочерью Карьера Работа Деньги Успех Здоровье Вот она Задача терапии Невроза Я надеюсь Я ответил На ваш вопрос Почему они меняются Здравствуйте Алексей Юрьевич Алексей Доброго времени суток Скажите Можно ли при кардиофобии С паническими атаками Заниматься в спортзале О Хороший вопрос Спасибо Несмотря на дискомфорт Или сначала Надо избавиться От симптомов Вы любите Вот это Избавиться От симптомов Но это В корне Неверная позиция Понимаете Если вы так пишете Это значит Что вы Не очень понимаете Что такое Невроз Что такое Эти самые Симптомы Избавиться Это не грипп Это ваши эмоции Значит По поводу Кардиофобии Панических атак И спортзала Хороший вопрос Спасибо тебе большое За него Проблему В кардионеврозе Паническими атаками И спортзалом Создает Не кардионевроз И не паники А страх Ты считаешь Что у тебя Что-то с сердцем И ему может Что-то навредить Например Беспокойство Паника Или спортнагрузка И это абсолютно Неправильная позиция Потому что Какая бы у тебя Не была паника И как бы ты Не переживал Твоему сердцу Ничего не навредит Если у тебя Обследование Не Находит Серьезной Органической Патологии Соответственно Сама по себе Паника И вегетатика Не опасна Как это проявляется Со спортзалом Объясню Ты приходишь В спортзал И начинаешь Сам себя Беспокоить О том А вдруг Это опасно А вдруг Что-нибудь Доглядели А вдруг Начнется Вместо Концентрации На выполнении Упражнений И тренировочного Плана Ты думаешь О том Как у тебя Сердечко стучит Не очень Не быстро А как И у тебя Получается Двойной замес У тебя Тренировка Сама по себе Разгоняет пульс Плюс Ты еще Скорее всего Растренирован Из-за хронического Беспокойства И пульс Повышен Из-за этого Вот даже Беспокойства А затем Ты еще Добавляешь Беспокойство За сердце В итоге Конечно У тебя И физиологическая Нагрузка От спорта Плюс еще Беспокойство Вызывает Дискомфорт И усиленное Сердцебиение Которого Ты можешь Распугаться И подумаешь Что у тебя Спортзал Как-то Реагирует На ВСД И вот Какой-нибудь Идиот В интернете Напишет Что при ВСД Заниматься Спортом И начнется Массовая Дискуссия По этому Вопросу Соответственно Тут надо Понимать Что Само по себе ВСД Не является Какой-то Болезнью Оно является Проявлением То что Вы боитесь Ити в зал Это вы боитесь Вы сами Себя Беспокоите Мыслями О том Что я Сейчас Пойду И там Случится А как Стучит Ты себя Беспокоишь Такими Мыслями Они у тебя Идут Из сомнений И когнитивная Терапия Как раз Работает С этими Сомнениями С этим Беспокойством Поэтому Отвечаем Твой вопрос Можно ли Можно Но надо Правильно Научиться Относиться К тому О чем Я тебе Сказал Выше Началось Когда Женишься Планируешь Ли семью Вам День Сказать Что Когда Я Женюсь Я же Не знаю Будущего Я же Не бабка Ванга Я не умею Знать Когда Это Вот История Чтения Мыслей Я не знаю Когда Я женюсь Может Никогда Может Через Месяц Ближайшее Время Вроде Не планировал Кто знает Жизнь Такая Штука Сегодня Ты Не Женат А Через Месяц Увидите Меня С Женой Но Вряд Ли Планируешь Ли семью Но семья У меня Есть У меня Есть Мои Родители Мои Два Брата Мои Друзья Это Моя Семья Я Я Разделяю Ребят Свою Жизнь Знаете Вот Как Большинство Не потому Что я Какой-то Особенный Просто Я такой Человек У меня Нету Такого Я проснулся Пошел На работу Вечером Пришел С работы Началась Моя Личная Жизнь У меня Такого Нету У меня Все Что я Делаю Это Одна Сплошная Моя Такая Личная Жизнь Которой Которой Я занимаюсь С утра До вечера В ней Есть Консультации Людей В ней Есть Лекции В ней Есть Поездки По городам Лекции В институтах В ней Есть Какие-то Обучающие Программы На которые Я Могу Ездить Личная Терапия Встреча С друзьями Все Это Одна Моя Жизнь Она У меня Не разделена На Личную Работу У меня Такого Нету Поэтому Я Нормально Чувствую В таком Формате Здравствуйте Алексей У меня Сейчас Ужасный Страх Стать Лесбиянкой Ну да Все потому Что вспомнил Как в детстве Целовалась С девочкой Теперь Всех Женщин Боюсь Началось Со страха Сойти С ума А ну Понятно Вы Тоже Скорее Всего Описываете Классический Обсессивно Компульсивный Невроз Это Постоянные Сомнения Тема Про Я боюсь Сойти С ума Она у меня Тоже Описана В одном Из Видео Рекомендую Вам Приобрести Вебинар По ОКР Он есть На сайте Там 12 Вебинаров И там 12 Вебинаров По Темам Вот там Есть Вебинар По ОКР Но Вам Можно И все Посмотреть И там Как раз Я говорю О том Что В Генеральной Конструкции Вашего Невроза Заключается Я так понимаю Что вы девушка Заключается Страх Я боюсь Быть Плохой И вот Центральная Тема Я боюсь Быть Плохой Она Потом Преломляется Под Вознание Как я буду Плохой А вдруг Я не закрою Дверь А вдруг Я стану Лесбиянкой А вдруг Я захочу Кого-то А вдруг Я кого-то Захочу Это А вдруг Я что-то С собой Сделаю А вдруг Я сойду С ума Все Эти мысли Которые На которые Жалуется ОКР Клиент Это Конструкция Как я Сейчас Стану Плохой И вы Начинаете Сами Себя Пугать Оценивая Эти мысли А что Я о них Подумала А вдруг Оно Сейчас Случится А вдруг Оно А вдруг Поэтому Рекомендуем Посмотреть Вебинар Тут Тоже Вопроса Нет Просто Есть Констатация Я ответил На эту Констатацию Что это ОКР Смотрите Вебинар Тема Центральная Ваша Невроза Я боюсь Быть Плохой И у вас Это С детства 100% Вы с детства Ну уже С юности Постоянно Боитесь Стать Плохой Сделать Что-то Не так А то Что Вас Накажут Или что Вы будете Считать Что вас Нельзя Любить Вот Это Та Самая Тема Которую Я говорю Это Поддается Абсолютно Спокойной Терапией Просто Этим Надо Заниматься Понять Откуда Конструкция Я боюсь Быть Плохой А действительно Я вообще Плохая Что я Это Взяла Это Дорогая Моя Привычка У вас Привычка С детства И с юности Постоянно Давать себе Оценку И как только Вы знаете Если сейчас Мне придет В голову Мысль А вдруг Я стану Геем Я посмеюсь На эту Тему Мы можем Поржать Об этом Если вам Придет Такая Мысль То Вы Испугаетесь Потому Что Для Вас Стать Лесбиянкой Это Значит Все Харам Табу Шик Трак Я в домике Если Мне скажут Алексей Вы не Боитесь Сойти С ума Я Улыблюсь Апельсинов Мне Привезите Если Сойду С ума А У вас Если Вы Подумаете Если Я Сойду С ума У вас Страх Я Себя Умею За Это Не Осуждать Я Отношусь К этому Объективно Рационально Сюморком А у вас Это Целая Конструкция Это Значит Что Я Плохая Дочь Мне Нельзя Любить Я Ничего Не Добьюсь Какой Кошмар Что Скажут Люди Вот Это Все Туда Пожалуйста Алексей Есть Много Вопросов Вопрос Первый Хорошо Верите Ли Вы В То Что Все Эти Предпосылки К Неврозам Могут Быть заложены Генетически Или Это Только Воспитание Хороший Вопрос Я Не Верю Что Невроз Вообще Связан С Генетическими Предпосылками С Генетической Историей Связана Конструкция Морфология И Анатомия Например У меня Мама Астеник И Я Астеник Но Это Не Говорит О Неврозологии Невроз Это Структура Личности Структура Личности С помощью Зеркальных Невронов Приобретается Посредством Воспитания Примеров Соответственно Если у вас Мама и папа Сами по себе Невротичны И они Не могут Воспитать Ни Невротика Потому что Все Примеры Мышления Тезисов Что такое Хорошо Что такое Плохо Как надо Как не надо Они вам Это передают Путем Воспитания Соответственно Вы просто Впитываете В себя Всю ту Невротичность Которая вас Окружает Если ребенка Допустим Родили Люди У которых В анамнезе Были Панические Атаки Кардиофобии Взяли Этого малыша И отдали Грубо говоря В семье Которая С точки зрения Психологии Допустим Идеально Рационально Объективно Не воспитают Они невротиков Соответственно Это вопрос Не в генах Это вопрос Исключительно Развития личности Чем более Развита Невротическая Личность Посредством Детского Этапа Понимания Мира Тем Жестче Потом он Соткнется С проблемой Какую Все же Терапию Выбрать Человеку С неврозом Паническими Атаками А как только Всего Супер Вопросы Задаете Я лично Рекомендую Когнитивно Поеденческую Терапию Либо Аарона Бека Которая Называется Классическая CBT Cognitive Behavior Therapy Либо Рациональную Мотивно Поеденческую Терапию Альберта Элиса Ну Не нравится Мне Все эти Расстановки Рисунки Ну Арт Терапия Она Интересна На этапе Диагностики Особенно Для Детишек С которыми Разговаривать Тяжело Но Я Когда Учился На институте Мы Проходили 18 направлений Психотерапии От Классического Артодоксального Психоанализа И того же Юнга И расстановки И такие И такие И то-то То-то Но Что-то Можно взять Из гештальта Что-то Из эксенциальной Терапии Где-то Даже Телеску Можно добавить Но Если Говорить Вот О вашем Вопросе О Панических Атаках И О Вот Вашего Профиля На который Вы ссылаетесь То Когнитивно-погеническая Терапия На сегодняшний день Самая эффективная Это доказано Научно Следующие вопросы Как понять Что психотерапия Продвигается Успешно Как не подсесть На нее Как понять Что пора Закончить Вы очень Хорошие вопросы Задаете Как понять Что психотерапия Продвигается Успешно Здесь Есть Несколько Подводных Камней Первый Подводный Камень Когда Вы Начинаете Заниматься С психотерапевтом Тут Понимаешь Все зависит От метода Давай я Про свой метод Расскажу Про когнитивно-поединическую Терапию Как это Вообще Происходит Потому что Если вы Занимаетесь Каким-нибудь Другим Методом Направлением Там может Происходить Все что угодно Я не знаю Я расскажу Про нашу Когнитивно-поединическую Психотерапию Во-первых Первое Что обычно Отслеживает Себе клиент Это четкое Понимание Того Что с ним Происходит Когнитивно-поединический Терапевт Четко Может Объяснить Показать Сформулировать И обосновать Вы начинаете На первом этапе Понимать Затем Вы начинаете Учиться И понимать И учиться И понимать И любым Результатом Хорошей Психотерапии Является Снижение Общей тревожности Общий уровень Осознанности Общий уровень Изменения Поведения Общий уровень Изменения Эмоционального Фона Новые решения Новые Витки жизни В целом Такой Конгломерат Результатов Которым Чек доволен Я думаю Что люди Которые проходят Терапию Допустим У меня в группах Если сейчас Про меня Говорить То Если им Задать вопрос А я всегда В конце группе Когда мы Группу заканчиваем У меня все Такие Это же не Вебинар у меня Я же с каждым Лично в группе Занимаюсь Общаюсь Я к каждому Обращаюсь Говорю Каких результатов Ты добился Что получилось Что не получилось Как что Куда И в основном Тут нету Каких-то Двойных Стандартов Они это Ощущают Это тяжело Понять Ты начинаешь Меняться Единственное Что это Иногда Видно Во временном Периоде Не пытайся Получать Какой-то Результат При выходе Из кабинета Оценивай терапию Немножко Во времени Смотри Каким ты был Каким ты стал Вот Я думаю Что это Очень правильная Будет рекомендация Походи На занятия Подожди Какое-то Время И посмотри Какие изменения Задай вопрос Своему терапевту Пожалуйста Что изменений нет С чем это связано Как он думает Ну и так далее Соответственно Вот мои клиенты В группах Они Надо было бы Им этот вопрос Задать По каким шкалам Там они это меряют Есть система Там контроля Результативности Да Там по шкалам Можно построить Снижний уровень тревоги Более эффективный Более самостоятельный Не боится Социального осуждения Но это в таком В совокупности Понимаешь Как понять Что психотерапия Это такое внутреннее ощущение Что ты становишься Более Рациональный Взвешенный Тебя не так беспокоит Это Если говорить Какими-то Такими Эмпирическими данными Ну ты не ходила Ты пошла Ты боялась Ты не боишься Ты не делала Ты сделала Ты не могла Принять решение Приняла Раньше тебя это тревожило Теперь не тревожит Раньше ты не могла Это Теперь можешь Это То есть Вот такие Рэперные точки Они позволяют Отслеживать результативность Обязательно ли Невротиком Заниматься Творчеством Расскажите Как этот процесс Слияет на психику Да я бы не сказал Что невротиком Понимаешь Опять невротиком Как будто это какая-то Каста больных Для людей Ты хочешь Занимайся Хочешь Не занимайся У меня есть клиенты Которые Творческие люди Артисты Музыканты Художники Есть Которые Технари Математики Физики Менеджеры Я бы не сказал Что им обязательно Заниматься Творчеством Если человек Сам по себе Творческий И его невротом Как-то с этим связан То тут надо Персонально Говорить об этом Как этот процесс Влияет на психику Но с точки зрения Самовыражения Наверное Позитивно Арт-терапия Понимает Еще такой момент Что с помощью Рисования Или какой-то Лепки Можно что-то Из себя Выражать Вытягивать Но в целом Я бы Немало не мог Сказать Что всем Теперь Клиентам Надо заниматься Бежать В арт-магазин И заниматься Творчеством Я не знаю Интересно вам Это неинтересно Я вот просто Решил Красиков Лайф Такой Онлайн Практический вариант Кому будет скучно Смотрите Слушайте Алексей Ты много Говоришь О саморазвитии У тебя Вроде Получается Но подумай О сервисе К тебе Не достучаться У всех Успешных Фирм Есть Должности Которые Занимаются Только Вопросами Люди Пытаются А Ну да Я считаю Ваш вопрос Конструктивным Точнее Вопрос Замечания Да Действительно С сервисом Мы сейчас Как раз Налаживаем Эту Историю Антон Этим Великолепно Сейчас Занялся И старается Но тут Понимаешь В чем Фишка Я никогда Не делал Свою работу Как ты пишешь Как фирма Что есть фирмы Где там Принимают Звонки Я занимаюсь Частной практикой И у меня Много Людей Которые Хотят Ко мне попасть Естественно И вполне Логично Что многие Не могут Дозвониться Дописаться Да Мы будем Стараться Принимать Каждый Звонок Да Мы будем Стараться Отвечать На многие Письма Но опять же К чему Это приведет Мест Нет Соответственно Здесь мы Пошли по пути Такому Что я Принял Решение Что Сейчас Я буду Делать Семинары Потому что Мне проще Приехать В твой город И два дня Прозаниматься С аудиторией Там из 10 Там 20 Человек Два дня С утра До вечера И вы уже Получите Многое Даже я бы сказал Очень многое Поэтому Главное Развитие сервиса В этом плане Это не Колл-центр Из 20 Человек Который У него занято У него занято А это Продукты Которые Помогут вам Справиться Самостоятельно Пока вы Ожидаете Например Там Группы Или пока Вы ожидаете Личных Занятий Какие это продукты Это Вебинары Это DVD-курс Который мы сейчас Делали в удобном формате Можешь Заходить В свой личный кабинет Осмотреть Пересматривать Это новые продукты Которые будут готовиться И это Семинары Соответственно Чок Тянуть кота За правое яйцо Обрывая мне телефон Ну когда вы меня Поймите Ну пойми ты Меня же Я один Понимаешь У меня нету Там 20 человек Которыми могу сказать Вон иди к Ивануку У меня была такая мысль Она В будущем будет Но я Достаточно ответственный человек Прежде чем в Иванове Тебя передать Иванову Я должен знать Кто такой Иванов Как он работает И так далее и тому подобное Иначе это будет Чисто воды Коммерция А я не хочу делать Из этого потока клиентов Чисто коммерцию Если бы я это хотел сделать Еще три года назад Нанял бы Десяток бы Ахаровцев Знаешь И сказал бы Вот теперь вы все Идите туда И получал бы с них процент Прикольно Я не хочу так делать Понимаешь Поэтому Стараться будем Но В этот город На мой семинар Двудневный Позанимайся Смотри сначала Семинары Вебинары Дивиди Че тянешь Я должен Поставил себе цель Я должен Дозвониться Попасть на занятие Начни уже сегодня Че ты В занятии Этого персусь Может критики Сейчас побольше У нас будет Хочется Чего-то остренького Может Не перца Не хватает Может быть Такое В неврозе Что Вздрагиваешь Иногда Или дергаются Мышцы В теле Особенно Когда сильно Перенерчил Да Действительно Мышечное Эмоциональное Напряжение Проявляется В виде Судорок Небольших Подергиваний Неврастыни Иногда Проявляется Вы когда засыпаете Начинаете вздрагивать Да Все это Симптомы Эмоционального Проявления Невроза Может Может быть Такое Что А это я читал Это я читал Тр-тр-тр-тр Что такое Психотерапия Никак не могу Понять Что Как беседы В колочках На кухне Могут меня Вылечить О Вот это Круто Рассказываю Многие люди До сих пор Ну я думаю Что обоснованно Считают Что психотерапия Это беседы Где вы Изливаете Свои проблемы Человек Напротив Кивает А потом Говорит С вас 3000 рублей Может быть Такие психотерапевты Есть И психологи Такие Наверное Есть Потому что Дыма Без огня Не бывает Я вам скажу Так Я могу Отвечать За свой Метод Метод Рациональной Мотивно-поединической Психотерапии Я Вот только Сегодня мы Сидели В одном месте Я об этом Рассказывал Метод Когнитивной Терапии Не подразумевает Выслушивание Проблем Не подразумевает Бесед На кухне С изливанием Души Конечно Вы при желании Можете Высказать Какие-то Накипевшие Вещи Но Метод Когнитивно-поединической Терапии Занимается Научением Человека Понимать Как он Сам себе Создает Стресс Как он Сам себя Тревожит Как он Сам себя Беспокоит Как он Сам себя Создает Себе Эмоциональную Телесную И прочую Проблему Соответственно Я Выступаю В роли Больше Тренера Наставника Который Ведет Человека К результату Это Не беседы Это У меня даже Занятие Не сеанс А занятие Люди Приходят На занятия Чтобы заниматься Собой Чтобы быть Более Эффективными Быть более Осознанными Управлять Своими эмоциями Своим мышлением И именно Эта работа Правильно Сделанная Уберет У тебя Сначала Эмоциональный Фон Следовательно Убеги Татику Потом Беспокойство Переживания И сделает Тебя более Рациональным Успешным И здоровым Человеком Поэтому Психотерапия Это не Вскрытие Головного Мозга И не Научение Как надо Жить Это Изучение Себя Исправление Ошибок И Сделать И процесс Где ты Сам Свои ошибки Исправляешь Вставляешь Новые Конструкции Более Эффективные То есть Это Фактически Апгрейд Да То что Было Старое Явно Не работает Потому что Если бы у тебя Была Охеренная Голова Нереальная Личность Какого хера Ты сидишь Перед телевизором Чего ты Тупишь На этих форумах Такой умный Если такой умный Такой офигенный Чего у тебя Эти вегетативные Проблемы Если такой умный Такой правильный Чего у тебя Паника Тогда Если у тебя Есть вегетативная Проблема Паника Беспокойство Знаешь Что у тебя Что-то там Не так Не всплыслив Там психиатрия А что у тебя Что-то в личности Нарушено В том плане Что эти конструкции Которые ты считаешь Твоими плюсами Они на самом деле Являются Далеко не плюсом Они являются Якорем назад И моя задача Показать Вот слушай Смотри Давай разберемся А вот это Как тебе помогает А вот это Что тебе довело Посмотри на свою Какой ты жопе находишься И что ты считаешь У тебя плюс Что ли Это трудоголизм твой Вот ты два раза Госпитализировалась Я трудоголик Это мой плюс Я во всех резюме Пишу Работоспособная Безотказная Это что Это твой плюс Тебе этот плюс На диван положил И на форме Как лечить ВСД Я такая умная Я такая ответственная И такая больная Что за маразм Поэтому Первым моментом Является Понимание Что у тебя И признание Самому себе Того Что у тебя То что ты считаешь Плюсом На самом деле Может являться Большим минусом И вот эти Все осознанности Переработки Вставления новых Эффективных Схем Мышления Поведения Через осознанность Являются Психотерапией Окей Что ты думаешь О форумах В соцсетях Которые Собирают Людей По интересам Ну я по-моему Уже высказывался По этому вопросу И не раз Но если вы так хотите Выскажусь еще раз У форумов И соцсетей Где собираются Вот люди Так сказать По интересам На мой взгляд Больше минусов Объясню почему Единственный плюс Который можно Вычленить Из форумов И соцсетей Это Либо коммерция Либо удобный Сервис Либо просто Такое вот Желание Скопить народу Какие могут Быть плюсы У форумов И Соцсетей По вопросу Вегетативных Там проявлений Неврозов Ну плюс в том Что люди Иногда понимают Что они не одни Такие Что их Много Круто Насколько это Теопевтично Ни наскорих Я поняла Что я не одна Такая Ну наверное Это как-то Дает какую-то Уверенность Внутренне Что я не одна Такая Окей Хорошо Принято Какой второй плюс Что люди могут Поделиться Какими-то Опытами Да Действительно Люди могут Поделиться Опытами Но На форумах Большинство Люди делятся Тем Что никто не понимает Что делать И так далее И тому подобное Если предположить Что вы сделаете Форум Интернет Какую-то Сеть Где люди Будут делиться Позитивным Опытом Это хорошо Но тут Есть одна Большая Проблема Что только 10% Возьмут Этот Позитивный Опыт И как-то Его преломят В себя Правильно 90% Людей С неврозами Внутри Конструкции Своей Просто Скорее всего Начнут Перемалывать Пересматривать И зависать Соответственно Лично я Думал еще Три Наверное Четыре Года Назад О таком Сообществе Но я Потом Понял И сейчас Абсолютно Моя позиция Такова Что любые Форумы Любые Социальные Сети Где Собираются Люди С неврозами Они Терапевтически Неэффективны Они Эффективны Только с точки Зрения Маркетинга Когда вам Надо всех Повестить О чем-то Когда вам Надо всем Что-то Разослать Когда Вас Надо Подписать На что-то С этой Точки Зрения Эффективна С точки Зрения Терапии Это Не думаю Что это Эффективно Потому что Знания Паники Вегетатики И так далее Есть и так Сейчас В огромном Количестве Примеры Как у Васи Как Вася Справлялся Здесь Неоднозначно Опять же То что Помогло Васе Другой Может Делать Совершенно По-другому И даже Знаете Сдуру Можно и Член сломать Соответственно Я Не стал Нести Ответственность За всю За эту Историю Это первое Потому что Кто там знает Кто там Что на рекомендует Затем Сама По себе Невротическая Конструкция Многих людей Их хлебом Не кормить Дай В интернете И это не терапия Это удержание Человека В невротическом Развитии Это прогрессирование Его в невротическом Развитии Поэтому я Лично На сегодняшний день Моя позиция Что я против Всех этих Социальных Проектов Ну не то что против Я просто не вижу В них Терапевтического Смысла Какого-то там Социального Маркетингового Смысла Вижу А вот терапевтического Не вижу вообще Алексей Прочитал Что вы Продаете Перстни От панических Атак ВСД Так ли Мочу я там Не продаю От панических Атак ВНР Про этот перстень Да И про другие Ну что Рассказываю Я еще Со школы Любил Камни Кварц Аметист Всякие Кварцы Волосатики И у меня Всегда были Камни Кольца И так далее И они Никогда С меня Не слезали Я люблю Фиолетовый цвет Я очень люблю Камень Аметист Мне нравится Это вот Он мне Подходит Он Никакого Отношения К моей Работе К моим Клиентам К паническим Атакам Не имеет Я просто Люблю Этот камень И естественно Я не продаю Камни Кольца И Что-то там Подобное Но Прикольный Вопрос Спасибо О Круто Ты Зарабатываешь На горе Людей Точка Это Видимо Просто Была Констатация Факта Ну Давай Окей Да Действительно Я зарабатываю Деньги Своей частной Практикой Я Консультирую Люди Лично Я веду Групповые Занятия И Семинары И так Далее Любой Частный Практик Будь Полуинвалид Состояние И Человек Старается Тебе Помочь Сейчас Там Можно По-разному Говорить У кого Это Как Получается У моих Коллег Кто Просит Поговорить От лица Кота Своего Кто От собаки Кто От шкафа Сейчас Мы не Про метод Будем Говорить Сам По себе Подход Заключается В том Что Например Мой Подход Я К тебе Не Пришел Со Словами Здравствуйте Я Вот Вас Вылечу Это Ты Ко Мне Пришел Это Первое Хотя У нас Есть Деятели В интернете Кто Говорит Ты Туда Не Ходи То Туда Ходи Здравствуйте Я Психолог Вам Помощь Не Нужна Знаете По моему Кстати Глубокому Убеждению Вот Это О многом Говорит Когда Психотерапевт Сам Приходит К людям С вами Здравствуйте Психотерапевт Я тут Знаю Что Вам Нужно Помочь Я Вам Помогу Это Как То Сразу Профанирует Всю Историю Зачем Это Ему Надо И Почему Соответственно Кто Автор Этого Тезиса Про То Что Я Зарабатываю На Горе Людей Как По Другому Понять Работу Психотерапевта Или Хирурга Хирург Спасает Человека У него Горе Человек Попал В ДТП Его Приволокли В реанимацию Горе Человек Его Спасает Кстати Даже Порой Бесплатно Я Много Делаю Бесплатно Видеолекции Я Много Снимаю Материалы Я Много Делаю И так Безвозмездно Да Что Вам Не нравится На каком Горе Не Очень Понимаю Ваш Тезис Я Занимаю Свою Частную Практику Я Занимаю Своим Консультированием Много Лет Если Если Б Это Не Приносило Людям Определенные Изменения Во Первых А Я Давно Закончил Заниматься Б Ты Не Видел Такую Очередь Олени По твоему Что Соответственно Я Считаю Что Людей Должно Быть А Право Выбора Б Право Попробовать И Сделать Свои Выводы А Все Остальное Люди Будут Голосовать Сами Своим Внутренним Ощущением Кому Подходит Чего Тут Непонятного А Вот Видимо Вот Они Вопросы Пошли Вы Экстрасенс Признавайтесь Как это Комментировать Даже Ну Давай так Что такое Экстрасенс Сенсорика Это Чувствительность У нас Есть Разные Сенсорики Экстразнание Экстраслышание Экстравидение Экстрачувствование И так Далее Соответственно Действительно У разных Людей Могут Быть Развиты Разные Сенсорные Способности Они Могут Развиваться Под Воздействием Травмы Под Воздействием Каких-то Генетических Особенностей Под Воздействием Шока Под Воздействием Каких-то Внутренних Процессов И Эти Сенсорные Способности Развиваются Про Себя Что Тут Мне Говорить Со стороны Виднее Не знаю Я бы Не назвал Себя Каждый Человек Может Назвать Себя Экстрасенсом Если у него Развиты Какие-то Сенсорики Кто-то Например Слепые Люди У них Развивается Сенсорика Чувствительности Пальцев С точки Зрения Науки Он экстрасенс У него Сверх Чувствительность Экстрасенсорика Пальцев У кого-то Развита Интуиция У кого-то Развиты Какие-то Другие Сенсорные Просто Вы Привыкли Экстрасенс Это что-то Такое Знаете Загробное Какие-то Вещи Если Человек Развит Интуиция Ощущение Чувствования Людей С Научной Точки Зрения Это экстрасенсорика Экстрасенсорика Экстрачувственность Но это Не какая-то Мистика Понимаете Здесь Нет Не надо Из этого Делать Какую-то Инфернальную Сторону Историю О том Что вы Там Какой-то Там Необычный Обычный Просто У каждого Развиты Свои Какие-то Сенсорные Качества Может ли быть Мания Преследования Как одной Из составляющих Неброза При неврастении Или же Это начало Шизы Сложно Ответить Потому что Мания Преследования Она Во-первых Должна Диагностироваться Правильно Во-вторых Надо посмотреть Что за человек Ой И что за мания Понимаешь Соответственно Мания Преследования Действительно Может быть И в невротических Иногда Конструкциях Навязчивых Таких ОКР Может быть И в паранояльном Каком-нибудь Расстройстве Параноидальном Да Паранояльной Шизофрении Поэтому Здесь Надо четко Понимать Что Что стоит За мания Преследования И рекомендую Предупреждение Программы Точка Низкий уровень Заряда Спасибо Ты моя зайка Что бы Бестя Предупреждение Спасибо Я уже слышал Поэтому Тут надо Четко Дифференцировать Рекомендую Вам Показать Этого Человека Психиатру Прежде всего Почему Человек Начинает Заниматься Членовредительством Резать Себя Или Носить Себя Ожоги Может ли Помочь Психолог У Анжелины Джоли Была В 15 Лет Такая Проблема Вообще Это Это история Патологии Да Там Много Множество Причин Членовредительства Тут надо Понимать Что человек От этого Получает Что за этим Стоит И какую Смысл Он это Вкладывает В психотических Расстройствах Можно Встретить Что я Приношу Жертву Кому-нибудь Из богов В невротических Таких Пограничных Конструкциях Они Испытывают Некоторое Чувство Облегчения Напряжения И так далее То есть Тут надо Очень Тонко Понимать Что человек От этого Получает Анжелина Джоли Она Этим Занималась Как такое Снятие Стресса Получение Оргазма Удовольствия Ощущений На грани Это всегда Невротическая Такая Пограничная Конструкция Которая Должна быть Четко Дифференцирована И тут Однозначно Ответить нельзя Почему У каждого Человека Свое Там Почему Но надо Очень внимательно К этому Отнестись Тоже Обратитесь К специалисту Пожалуйста Во время Панических Атак Сердце Тренируется Так сказать Так сказать А когда Начинаешь Жить без них Из-за Детренировки Могут быть Какие-то Реальные проблемы С сердцем Надо продолжить Спортный Тренировки Из-за Детренировки Могут быть Какие Реальные проблемы С сердцем Надо продолжить Спортный Тренировки Ты говоришь О том Что когда Были панические Атаки Сердце Тренировалось Потом ты Панические Атаки Перестал Испытывать У тебя Сердце Теперь не Тренируется Могут быть Проблемы Ну Очень Субъективно Потому что В принципе Во время Панических Атак Во время Беспокойства Сердце Работает Усиленно С точки Извини Физиологии Во многом Это действительно Тренировка Поэтому Невротики Живут Дольше Если Ты Испытывал Невротическую Проблему Паники И потом Ты Ее не Испытываешь Это не значит Что у тебя Сердце Теперь износилось И нормально Все у тебя Сердцем Просто Тут Надо В целом Понимать Что в целом Регулярные Пробежки Занятия Фитнесом Занятия Спортом Оно в целом Улучшает И гемодинамику И работу Миокарда Неважно Были у тебя В анамнезе Панические Атаки Или не было Поэтому В ответ Занимайся спортом По-любому Или были Или не были Это по-любому Тебе только на пользу Пойдет Потому что Гиподинамия Она является Одной из первых Причин Развития Сердечно-сосудистых Заболеваний Опорно-двигательного Аппарата И так далее Поэтому Все В спортзал Занятия Проституции Это норма Психики Девушки Или отклонения Занятия Проституции Это древнее Ремесло Достаточно Древнее И здесь Опять же Понимаешь Если говорить Об отклонении То можно Говорить О Такой вещи Которая называется Нимфомания Когда девушка Настолько Помешана На сексе С разными Мужчинами Которые Хочут попробовать Всех мужчин Которые Башня у нее падает Тогда мы можем Говорить О Специфической Психике Если девушка Этим занимается Как выбор С помощью Которого Она зарабатывает Деньги Тогда это просто Ее выбор Заработка То что она К этому Относится Взвешенно Или объективно Это ее право Понимаешь Есть девочки Которые занимаются Снимаются в порно Для многих Девушек Это вообще Недопустимо Для многих Это допустимо Это не значит Они больные Это значит Что они просто У каждой девушки Свой выбор Как она Обходится Со своим Телом Со своим Выбором Как она Относится К сексу То же самое Касается Группового Секса Для кого-то Это вообще Неприемлемо Для кого-то Это одна С формы Развлечения Поэтому Про патологию Я бы говорил Здесь Больше О Вот как раз Вылетело слово О Нимфомании Когда Вот такое Неудержанное Желание Заниматься Со всеми Сексом И побольше Тогда мы Можем Говорить Нарушения Что тут У нас еще Мой муж Уверен Что психика Передается По наследству Что это Генетика Так Лет Я уже Ответил На этот вопрос Смотрите Ниже Нет Это не так Я не согласен С этим Хотел Высказать Своё мнение Одному Психологу За его Хамство А он Думает Что это Ты Я ему Сказал Сказал Могу Дать Свой номер Убедиться Что это Некрасиков У меня Смешно Ну Слушай Ну Люди Разные Бывают Что ты Ну кто-то Думает По-разному Что ты В это Прицепился Есть там Люди Которые Ко мне Неравнодушны Ну что Теперь С ними Трать Время На это Что ли Ты похож На Джонни Деппу Спасибо Будет Когда я доживу До таких лет Как Сколько Джонни Деппу Тогда и скажете Можно Ролик По ЛГБТ Кто не знает ЛГБТ Это Лесбиянки Геи И так далее Бисексуалы Транс Вести Типова Но Что тут Снимать Я Не отношусь К ЛГБТ Сообществу Но Я думаю Что Тему ЛГБТ Должна вести Либо Должна вести Как минимум Гей Потому Что Мне Кажется Что Это Лично Моё мнение Я смогу Может быть Ошибаться Но Мне Лично Внутреннее Ощущение Что Тему ЛГБТ И терапию Интеграцию Было бы Неплохо Вести Либо Гею Либо Лесбиянки Либо Кому-то Из этой Отрасли Потому Что Как никто Другой Они могут Понять Какие Это Чувства Я не могу Во многом Понять Чувства Мальчика Гея Которого Надо Как-то Интегрировать Хотя У меня Были Опыты Опыт Работы С Ребятами Геями Да С Девушками Но Рациональная Терапия Подразумевает Эту работу Наша Работа Была Успешной Но Я думаю Что Если Так Серьезно Подходить К глубине Вопроса То Возможно Этим Должен Заниматься Человек Из ЛГБТ Сообщества Мне Хватает Помимо ЛГБТ Много Этим Еще Не Хватало Заниматься У меня Была Тема Про БДСМ Но Я Решил Ее Закончить Потому Что Не Хочу Я Распыляться Слишком Много Оказалось Желающих Поговорить Об этом И Я Как-то Решил Закончить Как Научиться Не Реагировать На Мнение Других Людей Хороший Вопрос С помощью Когнитивно-поединической Терапии Потому Что Ты Реагируешь На Мнение Других Людей Потому Что Есть Убеждение Как Они Должны Реагировать Как Они Должны Соответственно Чтобы Научиться Не Реагировать Или Менее Повреждающе Реагировать Надо Заниматься Когнитивно-поединической Терапией Какая Девушка Может Завоевать Твое Сердце Слушайте Мое Сердце Надо Завоевывать Какая Девушка Любая Вот Я Ж Не Ставлю Вся Каких-то Границ Рамок Но Есть Какие-то Предпочтения Эстетические Но Она Спортивная Она Пройденного Возраста Да Но Это Какая-то Химия Внутренняя Это Внутренняя Химия Это Явно Не Тетя После Тридцати Пяти Это Девушка От Восемнадцати До Двадцати Семи Лет Наверное Да Это Очень Открытое В чем-то Профессиональная Разбирающаяся Девушка Которая Понимает Меня И Поддерживает И Это Для меня Очень важно Вот Знаешь У меня Вот у меня есть Подруга Аня Ее зовут Мы с ней Познакомились Десять лет Назад Она Работала На Кассе Одной Фастфуд Компании И Я Тогда Влюбился По Полной Программе Хотя Я Уже Тогда Был Танцором Я Могу Я Испытываю Чувства К Людям К Людям А Не Какой То Форме Губы Грудь Попа Мне Это Все Нравится Но Вот Я Могу Дружить С Девушками Только Потому Какие Они Люди И Здесь Не Надо Ничего Завоевывать И Здесь Надо Просто Быть Такой Какая Ты Есть И Не Пытаться Делать Из Себя Ту Кем Ты Не Я Я Ну И Соответственно Мне Нравится Отчасти Восточная Культура И Традиционное Восточное Воспитание Без Перегибов Конечно Да Но Преданность Мудрость Такая Восточная Да Мне Нравится Именно Вот Девушки С Мозгами Которые Вот Когда Надо Помогут Морально Поддержат Которые Ценят И Вот Понимают А все остальное Я сам сделаю Вот Но Сложный вопрос На самом деле Ну Вроде Все Или Нет Дружите Либо С Клиентами После окончания Работы С ними Нет Работа Фактически Ставит Очень много Ограничений Я Не могу Даже Выпить Кофе Со своими Клиентами Вне Терапевтического Кабинета Я Могу С ними Встретиться Например В рамках Встречи В каком-то Городе Да У меня Были Встречи Но Что касается Такой Прям Дружбы Нет Но За всю Мой Пятилетнюю Практику У меня Есть Наверное Два Три Это Мужчины Женщин Нет Парня Которые Пройдя У меня Занятия Мы Действительно С ними Поддерживаем Отношения И Хорошо Общаемся Но Они Уже Вне Терапии Это Первый Важный Фактор По Сеттингу Они Уже Давно Не В терапии Женщины У меня Все еще Жестче Многие Думают Что Я Встречаюсь Со Своими Возможно Клиентами Я Хочу Скать Одну Простую Вещь Что Мне Запрещено И Невозможно Перевести Человека Из клиента В личное Отношение У меня Даже Были Там Истории Про То Что Когда Люди Заканчивали Терапию Они Хотели Со мной Встретиться И Даже Как Бы С точки Зарения Сеттинга Терапия Закончена Но Я На Это Не Иду И Не Шел Никогда Поэтому Дорогие Мои Девушки Если Вы Хотите Со Мной Познакомиться Просто Поболтать Или Какие Это Личные У вас Есть Амбиции Не Надо Строить У себя Клиентов Просто Напиши Подойди Позвони Спроси Не Надо Этим Заниматься Потому Что Если Вы Клиент То Мы Решаем Проблему С которой Вы Пришли Соответственно Да Действительно Может Развиваться Симпатия В процессе Терапии Но Это Все Граничится Симпатией Граничится Определенной Работы С этими Эмоциями Рациональными Прежде всего Но Мне Я Не Перевожу Своих Клиенток В разряд Подруг Какая Бы Там Девушка Не Была Симпатичная Это Правило Я Достаточно Жесткий По отношению К самому Себе В этом Пламе Бывали У вас Бывали У вас Случаи Когда Клиенты Сами Прерывали Терапию Или Когда Вы Прерывали Терапию Бывали Конечно В работе Любого Психолога И психотерапевта Бывают Случаи Когда Психолог Имеет Право Прерывать Занятия А это Может быть Связано С тем Что Клиент Либо Нарушает Правила Либо Клиент Не Является Профилем Этого Терапевта Безусловно Вообще В сеттинге Прописано Что Можно Отказать В занятиях Без Объяснения Причин Да Но У меня Было За всю Мою Историю Наверное Только Три Причем Это были Кстати Женщины Случа Когда Мне пришлось Самому Лично Просто Сказать Баста Потому Что Эти Случаи Были Не Моего Профиля Эти Женщины Все Были Достаточно Взрослые Достаточно Возрасте И у них У всех Было Примерно Как я Сейчас Понимаю Одна Внутренне Серьезная Проблема Она Не из Класса Неврозов Соответственно Я Просто Напросто Не имею Полномочий И Методика Работать С этим Потому Это Не лечится Такие Случаи Были Конечно Но Они Всегда Бывают А то Что Клиенты Прерывали Сами Как Я Понял Терапию У меня Бывают Редко Но Бывают Случаи Когда Клиент Может Пропасть Это Не Очень Хорошо Не Было Ни разу Случаев Когда Клиенты Не Приходили На Второе Занятие То есть В этом Плане У меня Статистика Кстати Очень Классная В этом Моменте Потому Что У большинства Моих Коллег Если Я их встречаю У них Почему Процент Тех Кто Приходит На Занятие Он Маленький Поэтому Все Стараются Заработать На Первичной Консультации Поэтому Она Стоит Дороже У меня Консультация Что Первичная Что Сотая Стоит Одинаково 95% Людей Которые Доходят До Моей Личной Консультации Они Занимаются Ровно Столько Сколько Им Нужно И В идеале Выглядит Это Так Человек Приходит Мы Занимаемся Занимаемся Потом Мы Начинаем Ритмику Разряжать А потом Это Все Плавно Сходит На Нет Вот Бывали Случаи Когда Люди Занимали Занимали Занимались Бам Куда То Пропадали И Тишина Это Плохо Это Плохо Как Для Клиента Так И Для Терапевта Иногда Это Случается По Финансовым Обстоятельствам Иногда Им Стыдно Об Этим Сказать Но Я Сторонник Того Что В любом Случае Как Бо Ты Это Сейчас Коллегам Я Говорю У меня Таких Случаев У меня Не было Случа Когда Мне Позвонили Сказали Вы Знаете Алексей Мне Ничего Ни хера Не Нравится Пошел Ты Честно Не Было Я Не Знаю Плохо Это Или Хорошо Может Я Об Этому Не Знаю Но Такого Не Было Все Клиенты С которыми Я Занимался Так Или Иначе Они Либо Объясняли Что Переезд Жена Деньги Я Все Понял Спасибо Но Вот Так Чтобы Я Не Помню Но Бывали Случаи Когда Люди Тупо Пропадали Бывали Случаи Когда Люди Тупо Пропадали А потом Через Бот Помните Я Занималась Я Хочу Вернуться Бывает Такое Но Это Нормальная Часть Нашей Практики Кто Практикует Это Прекрасно Знает Ну Что Все Или Не Все Почему Видео Одно И то же Часто Повторяется Вы Наверное Про Видео Невроза Мегаполиса Потому Что Тема Канала Невроза Мегаполиса Вот Эти ВСД Панические Атаки Горофобия Невроза Оно Само По Себе Сама По Себе Информация Она Примерно Действительно Одинаковая Просто В каждом Ролике Она Показана По Разному Если Ты Посмотришь Ролик Одиннадцатого Года И ролик Пятнадцатого Года Ты увидишь Какая Разница В подаче Материала В понимании Его Поэтому Тема Одна Но Она Все Время Преломляется Так Что Она Зайет Голову В принципе Любому Кто Не Ленится Почему Вы Публикуете Мало Отзывов По По моему Это Увеличит Ваши Продажи Надо Сейчас Антон Было Показать Еще раз Я уже Об этом Говорил Я Изначально Никогда Не Планировал Заниматься Продажами Вот Я Тебе Могу Показать Вот Смотри Вот Это Количество Неотвеченных Писем И Людей На Занятия Понимаешь Мне Не надо Ничего Продавать Я Занимаюсь Своей Работой И Люди Ее По-своему Оценивают И хотят Со мной Заниматься Я Не Продаю Да Действительно Мы Сейчас Антон Делал Сайт По Удобному Записыванию По Правильному Чтобы Людям Было Понятно Как Записаться В Питер Или В Москву И Он Мне Позвонил Говорит Леш Откуда Мне Взять Отзывы С сайта Или С Я Говорю Не Надо Он Говорит Блин Надо Это Правила Такие Нужны Отзывы Я Вообще Категорически Был Всегда Этих Отзывов Объясню Почему Когда Я Пришел В институт Психоанализа И начал Заниматься Личной Терапией Если Человек Учился В каком-то Институте И вообще Занимается Психотерапией Первое Чего Вдалбливают В голову Это Принцип Конфиденциальности Принцип Неразглашения Соответственно Все эти Отзывы Это Нарушение На мой взгляд Этого Принципа Мои клиенты Сами Порой Пишут Вконтакте Какие-то Свои Отзывы Но Это Их Решение Они Потом Конечно За это Иногда Немного Сожалеют Потому что И начинают Писать Кучу народу Со словами А правда А это правда А как Вы помогаете И у них Начинается В этом плане Геморрой Я Не люблю Афишировать Своих клиентов Знаете Если бы Дать Задание Моим клиентам Напиши Отзыв Или Сними Видео Отзыв Это был бы Еще один канал Невроза Мегаполис Но я Человек Такой Что Мне Важна Сама Работа Конечно Снять Написать Много Отзывов Это как бы С одной стороны Здорово Но опять же Здорово Для чего? Для продажи? Да Мне продажи Не нужны Мне нужна Работа Я думаю Может быть Я ошибаюсь Что люди И так Поймут Увидят Кому надо Придут Кому надо Прийти Может быть Кто сейчас Не решился Придет там Через год Может быть Ему нужно Пройти путь Каких-то там Проп и ошибок Чтобы это понять Но это и к лучшему Поэтому мы разместили Какие-то отзывы Я даже попросил Антона Изменить имена Потому что Они взяты Из контакта Да Я очень трепетно Отношусь К защите Своих клиентов И Я стараюсь Минимально Их как-то Афишировать Потому что Это неправильно С точки зрения Этики Морали Потому что У меня занимаются Люди разные Поняти И простые студенты И люди Которые входят Десятку Forbes Нефтяные компании Менеджеры Представляете Зачем Это делать Если ты хочешь Оставить отзыв Да без проблем Спасибо Мне будет только приятно Но я Человек Который получает Внутреннее удовольствие От того Что мне говорят Мои клиенты Лично А не от того Что эти клиенты Напишут обо мне Ну да Приятно Здорово Но я занимаюсь Своей работой Я не И не люблю Такой прям Популизм Да Когда мне там Леша молодец Леша молодец Благодаря Леше Ну Здорово Приятно Эго порадует И нейроническую Конструкцию Порадует Ну я Забочусь Своих клиентов По По другому Сколько стоит Консультаций Какие не бывают Ну и наверное Закончим Ладно Значит Консультации Бывают Очные В Москве Очные По скайпу Групповые По скайпу И семинары Также есть DVD И семинары Вебинары Онлайн Очная Консультация В Москве Стоит 3000 рублей В час Скайп Консультация Стоит 4000 Час Групповые Занятия Стоит 6000 В месяц Там 4 занятия По 2 часа Семинар В твоем городе 2 дня Стоит 8000 Рубля За 2 дня Я считаю Цены Достаточно Средние Доступные Так что Кто хочет Пожалуйста Ну там Сложность С записью Но Рекомендую Вам Семинары В вашем городе Вот они Очень Живые Они Очень Интересные Это такая 2 дня Полного Как Антон Говорит Погружения С 10 До 6 Полностью От Паники Вегетатики До Когнитивной Терапии Работа С мышлением Мыслями Эмоциями Семейные Разные Вопросы Не комплексуйте Приходите на занятия Приходите на семинары Чем раньше начнете Тем больше ресурса Вы сэкономите А ваш ресурс Это время Деньги Вы заработаете А вот время Нет Чем быстрее Вы справитесь С вашими переживаниями Тревогами И беспокойством Тем больше У вас будет ресурс Это время Потому что жизнь Заканчивается Не надо Сидеть и искать Лекарства Искать черную кошку В черной комнате Потом в 50 лет Выплюнуть зубы В стакан И сказать Я поняла Что выезды Не существовало Ну и что ты С 50 Уже в 50 лет Будешь делать Поэтому чем раньше Начнешь Тем Больше у тебя Годочка в жизни На интересную Жизнь И разнообразную Спасибо Полтора часа почти Но я думаю Что мало кто Посмотрит этот ролик Ну спасибо вам большое Увидимся Задавайте вопросы Вконтакте В группе В группе Вконтакте Спрашиваю Ру я удалю Сейчас Пишите В группу Там будут вопросы Оттуда буду их Зачитывать И Или там буду отвечать Параллельно Тоже Ваш Алексей Красиков Канал Невроза Мегаполиса Увидимся Будьте здоровыми Рациональными И объективными До встречи В вашем городе Или на просторах Интернета Пока Пойду спать Счастливо Счастливо